сильная линия, да, такая. То есть Бэтрайдер уже, скорее всего, пойдет в центр против Клопы, где он должен в теории пострадать. Но пострадает ли он? Лайфстиллер проявляется. Лайфстиллер. Ну, Гуля... Мы, с одной стороны, видели, что Гуля может нормально выедать людей. С другой стороны, если взять против Гули героя, который просто превосходит его по потенциальному фарму... Да, да, морфа. Морфа брать прямо сейчас по Лерису. Чаще всего не успевает за ним. Да, там больше суть в том, что ты превращаешься в Лайфстиллера с Аганимом. Во-первых, у тебя есть рейдж, во-вторых, ты у него воруешь силу, и морфа статус резист. То есть морф здесь выглядит неубиваемым и как раз таки тем героем, который может выиграть эту игру. Ну, как-то Котов выглядит странно. Но, в принципе, Праймал без Котов линия неплохая, Клопа мид, допустим, морф и какая-нибудь пятерка типа Трента или Андайенко. Вот так выглядит хорошо. Трент еще против Вастиллера. Хороший герой очень даже. Мне кажется, должны задуматься о морфе. Либо о Террор Блейде. Но Террор Блейде брать Батрайдера как-то не особо хочется. Сварка нет. По сути, больше героев-то и нету. Таких прям. Который хорошо. Супер хороший, да. Ну, есть Урса, да, в теории. Есть Дровка. Но тоже не хочется же брать Дровку в этих героев условно. Дровка в Батрайдера и Таска что-то как-то сомнительно, да. Привозит. Урса, в принципе, неплохой герой, да. Но тоже. Скажет, что супер-фрегра для нее. Боин. Это как контроль в БКБ против Лайфстилера. Интересно. Решили Полярис подождать с Ласпиком. Уверены они в том, что у них останется герой на Ласпик, на кэри. Не уверены в этом, потому что сейчас морфа должны банить. Есть еще какой-то... Я видел, что Бутсикеры иногда берут Лайфстилера. Хотя я считаю, что Лайфстилер хороший против Бутсикера. То есть он стоит на месте, у него есть рейдж, он может в кого-то залезть, если в него дали руптуру. Как раз-таки этот герой хорошо подходит. Есть Манки Кинг. Ну как раз минус морфлинг. Не ошибка ли это на драфте, что пожадничали сейчас взять морфа? А чем, в принципе, этого морфа могли бы закрыть сейчас Мэйджи? Ну то есть, что такого они могут пикнуть, что морфу прямо будет некомфортно максимально? Морф уже в бане, поэтому это так просто слабо. Ну да, да. В целом... Ну то есть, идея в том, что пикая морфа вместо Бэйна, Поляриса опасались кого-то. Кого они могли опасаться? Ну у них было два бана. Ну что там, может быть какой-то аппарат, может быть какой-то герой с типа Дума, да, какого-то, или... Да я даже не знаю. Ну какой-то герой со Саленсом там, со Станом, который на линии его вынесет. Как здесь Бэйну играть, если честно, для меня пока загадка, потому что ну очень тяжело ему будет тастовать. Как будто бы. Это правда, но в то же время есть и сейв от Финсгриппа, если вдруг он будет как-то закастован, это Таск. Поэтому не знаю, но Бэйн такой какой-то, знаешь, давно мы не видели этого героя, в принципе, в Доте. И что он на Леннинге покажет как бы тоже. На Леннинге вообще он вроде как должен быть, он же и статовый, и брейнсап у него есть, и Биттен может. Вот именно, что должен быть. Но не зря этого героя никто не берет, раз он такой сильный на линии. Манки Кинга решили убрать. Получается, у нас остается лишь реально какой-то террорблейд, что ли, против всего вот этого. Ну, ТБ точно не хочется брать. Вот есть спектра, по сути. Спектра есть, да. Ну, перебивает ли спектра лайфстилера? Наверное. Ну, такой равный матчап, я бы сказал. Ну, просто смотри, спектра, она чего обычно делает? Летает по драке, может, как саппорт подбить. Дарквилл она забрать не может, Таск она забрать не может. Ну, Таск спрячется, Дарквилл спрячется. То есть спектра уже в драке не может вырезать быстро саппортов. Она вынуждена будет либо на битрайдер лететь, а ты не хочешь этого делать, либо на лассилер лететь, а там непонятно, насколько это эффективно. В общем, спектра как-то не знаю. Ну, надо, надо что-то придумывать. Нужен какой-то пик, который прям выиграет эту игру им. Но тропку, в принципе, наверное, надо брать. По сути, больше героев принят. Магнус, да? Против иллюзионистов героя взяли, побоялись условного фантом-лансера, возможно. Лансер я уже давно не видел. Да, но для Пэлла здесь хорошая игра, была. Ну, и в принципе, это, помимо всего прочего, еще и дополнительный фарб потенциал для ластилера, которому не хватает немножко этого дела. Ужас появляется все равно. Ну, да, Магнуса, Магнуса Урсу взять, в принципе, было неплохо. Но Майджи как будто бы ошиблись с этим Магнусом. То есть, да, есть там условный потенциал РП, два контроля в БКБ, даже три, учитывая Таска. Есть вот это РП, террорайз, комбинация. Вот это вот все. Но не банить Урсу, если вы хотите брать Магнуса, ну, не знаю, ребят. Посмотрим, как это будет работать. Ну, тут вроде бы, в целом, если ты кастуешь хороший Реверс Полярити, то уже драка может, ну, то есть, очень тяжело проиграть драку, потому что дальше Даркпилу накроет, дальше Таск полетит, там, и так далее. Какой же хороший сет на Квапу у Мака. Прям приятно. Приятно смотреть. Совсем другой герой. Да, это, по-моему, как раз Аркана плюс сетик с последнего вот этого бутылпаса. Да-да-да, юбка. Да-да. Я с трудом себе выбил. Я тоже. Так, ну, 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 что у нас тут? В общем, пока вроде бы по линиям никаких таких интересных вещей не замечено. Я как бы стояли, так и по ней вы стояли. Ну, как не замечено. На самом деле, Урса точно должна выигрывать Магнуса на лейне, Квапа точно должна выигрывать Батрайдера на лейне, Праймал Бис, Котово, но они... Там непонятно. Там непонятно. Там как будто бы Life Stealer будет себя чувствовать неплохо. Но Life Stealer уже как бы есть и Урса, которая проще у него хороша, есть и Бэйн, который в теории может дать Финсгрип. То есть, тут как-то как будто бы у Мага все похуже. Вот со стадии лейнинга будет и Полярис смогут быстро так сказать за стомболь. Кстати, Котл Оффлайн получился у нас. Праймал четверка. Любопытненько. Праймал Бис успел поставить супербыстрый вард за счет того, что разогнался с базы. Давай посмотрим, что у нас по коэффициентам сейчас находится здесь. Коэффициентом у нас 1.62 на Полярис и 2.15 на МАГ. Первая карта вот так вот. Бум. В целом, с учетом тех игр, которые мы видели, наверное, к коэффе похожи на правду. Вроде бы, как, наверное, так все выглядит. Некоторые начальные преимущества у Полярис должно быть. Но эта игра точно будет очень интересной, мне кажется. Даже несмотря на то, что МАГ, скорее всего, проиграет стадию лейнинга где-то там, да, то все равно есть у них РП, есть у них Лассо, то есть куча спелов, куча комбинаций героев, да, например, Батрайдер с Даггером, в него может влезть лайфстилер, они там схватят какого-нибудь Бэйна-котла, быстро его убьют, потом туда и РП как бы будет, то есть, но есть, есть на что посмотреть. И будет прикольно, мне кажется. Ну что, на рунах Полярис забирают две, да, еще и вард в миде подрезали, да, там довольно любопытно, что было все обставлено центрами у Дайр, там, с одной стороны центри, с другой стороны центри, но вот этот рано поставленный опс на ХГ они так не нашли. Да, там смог, ботинок, как бы первый спал Праймл Биста и поэтому там вообще почти невозможно догадаться, что там опция. Интересно, что будет, как себя вообще Бэйн реализовывать на Лене, сейчас посмотрим. В принципе, Урс тут и одна может постоять, грубо говоря. Ну, если одна, то это там может случиться всякая неприятность. Где-то тебя зацепили, провезли по паре кустов и вот тебе уже что-то вообще не круто. Да, да, есть такое. В Меде, кстати, Батрайдер пока что у него все четко. Это пока что. Ну, нужно второй кортик от Клопы. Да, и стоит понимать, что когда Бэтик делает так, что линия шатается, то в принципе у него все будет хорошо. А как раз сейчас она и шатается, но вот стала линия на ХГ Клопе и что тебе делать на Батрайдере? Ну, переагрить крипов как-то надо. Клопа тут. Что это было? Добил крипа, дал кортик нормально. Ну, зачем так отходить? Просто чтобы стаки сбросились. Ну, да, четыре стака не хочет свалить. Где четыре, там и пять, где пять, там и шесть, где шесть, там и бочка, где бочка, там и минус хп. Зачем? Она тебе не нужна. Праймал бист хочет по всему забрать каван крипов. Так получается сделать. Надо заблочить рейнджевичком кемп. Происходит именно так. Два компа одновременно заблочены с кайфом. Ну, и крипов вводят, вовстиллер будет фул припармить, но будет терять пачки крипов. То есть будет происходить так, что котл будет здесь разбивать пачку, вовстиллер где-то будет недофармливать, ну, котл тоже, но все равно не фул фрифарм. Ну, как бы лайфстиллер тоже тут пачку съест скорее всего, ну, и свою, и вражескую. То есть если подденаивать все, то тут вообще пароля не должно быть, хотя мы видим, что мешает Джинг заниматься этим беспрепятственно. В боте Бэйна пробивают, довольно серьезно, Бэйн сожрал все, что можно, поставить ли... Можно было попытаться поставить Ален Брэнч, тогда бы, возможно, Вижн пропал. Ну, пока ФБ для Драквилл в принципе неплохо. Да, да сразу ботинок себе пает. Фишка. Идет еще рун, забей. У Клопы, у Клопы КД Блинк, Клопа ошиблась очень сильно. Ну, непонятно, ошиблась или нет, там стики, там 5 стиков, и... А почему скрим-то не кастануть? Она бы... Не кастануть слип на Бене. Ладно. Так быть не должно. Клопа должна выигрывать свою линию. Сейчас мы видим, что Беттик получил соло-кил, соло-экспу. Да, там дали денег Клопе, но а что? Какая разница? Ну, Клопа, на самом деле... С расчетом на то, что она выигрывает линию. Она не выигрывает линию. Ну, Клопа почему-то не стала кастовать, просто она реально за скрим, она погибала позже, чем Бэтрайдер. Если погибала вообще. Ну, наверное, погибала, но позже. То есть можно было... Он хотел блинк нажать. Он хотел пожадничать. Хотел нажать блинк, понимал, что если нажмет скрим, то не будет маны. И, соответственно, за счет этого жадность, жадность, еще раз жадность. На топе Меракла пытаются пробить. Вообще, конечно, Лавстилеру прям некомфортно, когда Джинк начинает его лупасть руками. Но в целом, тем не менее, у Лавстилера пока по крипам все очень хорошо. Мы видим, что это топовый крипстат. Решает не получать волну. Потратил рейдж. Ну что, не свойственно, не свойственно для Мака проигрывать такие фейворд матчапы. То есть, что будет на матчапе, где 50 на 50? Я уже боюсь представить, что будет в следующей игре с Маком, если он вот так вот страдает. Ну, Акселерн красавчик. Ему стоит отдать должное. Ну да, пока удается ему себя здесь прям хорошо чувствовать. цепляет. Ну, вроде как у него все в порядке. Ну и Урса делает пауэртрет с себя. Есть уже деньги на кольцо. Ну, ПТ-шка покупает. ПТ-шка покупает, решает, что кольцо. Ну, Урсу здесь не особо напрягают, вроде как. Вообще забавно, что по крипстатам прям 24, 24, 23, 22. Все супер ровненько. Да, кроме Акселера. Да, Акселера супер хорошо, и Квопа супер нехорошо. Квопа вообще страдает очень сильно. Сейчас ее отгоняют от двух пачек крипов. И что, пойдет к Селерн? Убьет еще раз в соло. Реально. Убьет, конечно, Праймал, но это не спасает. И еще топаут. И пачку крипов теряет в миде Квопа. Просто разнос. Уничтожение. Просто уничтожение от Акселерна. Да, Квопа вернется с ТП, но Квопа левел 5. Батрайдер половина как бы левела до седьмого. И как же ужасно. Я думаю, маг немножко в тильте с такого. Да, но пока непонятно, как возвращаться с ситуацией. Ну, прийти куда-то сделать фраг в другой. В принципе, чаще всего мы видели, что такая ситуация как бы помогает вернуться в игру. Ну, а пока у нас шестая минута. Пока все вот только-только фармят. Мы видим, что каких-то жестких перемещений по карте особо не случается. Только на сейв какие-то телепорты давятся. Не более того. У вас же, дорогие друзья, есть возможность получить 100% бонус на первый депозит. Регистрируйтесь по промокоду DPC, используя баннер под трансляцией и получайте этот бонус. Дом Квопа, левел 5. Да, против 7-го Батрайдера. Седьмой. Тысяча денег сверху Батрайдера. Ультра-быстрый тревела будут. Еще и Вард забрал. Это жесть. И Таск, смотри, сейчас как-то Квопа тратит блин, Таск ее там найдет и опять будет минус Квопа. Я почти уверен в этом. И есть шарды, но есть Бэйн. Надо слипать. Надо слипать срочно. Не успевает или успевает. 4 стака на бетике. Ну, на развороте тут очень хотят задефать. Очень хотят задефать Квопу, но по итогу Таск рискует погибнуть. У Таска вообще у него секунда до сноубола, он еще время потянет, а там может его как-то заденает вообще. Феррифайр еще есть. Феррик использует, живет. Да, догорает все-таки. Батрайдер, посадили его. Так что, есть бочка, есть Лассо. Да, минус Квопа. Пока это соло для Батрайдера. Вообще у него просто он уничтожает Квопу. Посмотри на Творце. Там, да, там почти тысяча разницы. Восьмой левел. Батрайдер сейчас появляется руна через 10 секунд. Нету, конечно, Лассо, но если вдруг какую-то хасту найдет Батрайдер, на самом деле он может просто полететь и кого-то загореть спокойно. И смотри, сколько стаков делает Хишка. Да, пока маги, конечно, удивляют. 2000 преимущества. Полная жесть. Еще и руну ворует Туск. Еще и доджит Кортик. Просто все шикарно пока делает. Так тут Бэйн как бы умер. Ты видел, что сделал Акселерн? Он закинул его в куст. Закинул его в куст. Ему оставили килл, он забрал куру, закинул в куст. Ну что дальше? Как они так хорошо могут играть? Как? Дальше он заберет стаки, возьмет себе с этих стаков даггер. Ну, то есть у него будет Boots of Travel даггер какой-то или Boots of Travel БКБ и вообще будет всем... Ну знаешь, я думаю, это стаки все-таки для Найкса почему-то есть. А как он будет их фармить? Ну, то есть вот как? Под Эмпауэром, разве что? Под Эмпауэром, да. Под Эмпауэром, да. Вообще, Кселерн пошел стакать древних. Ну, да, ему бы стакнуть еще разочек. Вот сейчас вот на... пнуть. Смотри-ка, котла поймали, есть, конечно, блайнды, но не помогут они потому что есть рейдж и есть суперзамедление, еще и Меракл получил килл. Неплохо. Ну, а тут Кселерн просто как бы не погибнет случайно сейчас. Ладно, все у него, все у него в порядке. Есть девятый левел, сейчас будет еще виндлэйсик сверху. Не добил сочных хрипов. Просто курьер, курьер подбирает нейтралки. ходит магнусовский. ну что, бейтика? Бейтика есть лассо, хочет его реализовать, летит бот, хочет убить урсу. Урсу убить может и не получится. Ну, бейн тут стрял. Хотя, хочет позабирать стаки, видимо, еще. Оставил он линию Дарквивол. Кстати, в центре которого не видно. В центре которого не видно, чуть-чуть не хватает. Угу. Ну, и стакнет еще раз Энштов. В принципе, пока просто набирают команда МАГ. 4К преимущественно. Десятый это, кстати, очень много. Если вдруг никто не знал. Котл. Котл. Погиб. Ну вот, пока связка таска и лайфстиллер хорошо работает. Котла в первую очередь, но тут на хосте бегает Праймал Бист, да, и ноль шансов примерно. В центре, в центре, да, минус квопа. Какая же противная игра для квопы? Это же просто шок какой-то. Это игра, которая подбивает уверенность в себе, потому что быть 1-4 на героя, который в принципе должен быть сильнее, это немножко твою уверенность в себе может разбить. Ну и что, бетик пойдет еще фармить аншинтов. Бетика будет супер много. Ну, что ему помешает? Ну, вот он взял себе тревела, у него после этих эншей будет уже урракс, как минимум. плюс... Филлера армалет тем временем. Таск сделал еще стак на большом компе в это время. Там тройной стак уже есть. Работа с лесами прям хорошо проводится МАГ. Они пока не в последнюю очередь благодаря этим лесам ведут много. Да, бетик уже огракс, уже 11 левел сейчас будет скоро. Потом пойдет наверняка зафармит еще те стаки. Пока он добежит, можно будет еще раз стак на 4 стака будет. А Таск в свое время в миде набирает. Там 4, по-моему, сложно сделать. Голда с упортом это тоже очень важно, потому что не всегда у тебя на суппорте есть левел, а сейчас как бы и Тарквилл и Таск шестые левела. Можно и смачок какой-то нажать. И вот Бэтрайдер летит. Бэтрайдер летит, Бэтрайдер фармит. 11 левел Бэтрайдер на 11 минуте. Ну, если его сейчас найдут и уничтожат, то это будет очень хороший фраг. Килл действительно будет хороший. Руна появляется на 12-й. ДД еще Бэтрайдер находится и в смаке. МИГ хотят забрать нижнюю вышку, разменяться, просто пойти сделать так, чтобы Найкс уже фармил под бафом, потому что Магнусу неудобно быть в своем лесу, быть в топе. Зато ему удобно быть в боте, как-то пушить линию, в это время давать Магнусу Найксу баф, чтобы тот фармил. Ну, если честно, пока, конечно, во-первых, любопытно видеть Найкса, который без вот этих стаков, без всего такого, топ-1 на Нетворс. То есть он два фрага всего сделал, в отличие от Бэтрайдера, который поучаствовал в пяти. Он не забирал вот эти бешеные стаки постоянно, и тем не менее, он все равно Бэтрайдер обгоняет по фарму. Да, сейчас еще стакну Теншентов, скорее всего. Таск этим займется. Сколько же денег собирают с двойки команда МАГ? Очень много. Что у Урсы? Урсы для Бэтрайдера 300 денег. Тоже Урса. Стоит понимать, да, что Урса здесь герой очень сильный. Что Урса может съедать этих бэтрайдеров, что Урса не особо-то и страдает от Вайфстиллера. Вайфстиллер делает Алибарду, кстати, правильно. Алибарда поможет ему выживать против Урсы и, в принципе, сражаться неплохо с ним. Ну и плюс, это целом артефакт для Вайфстиллера хороший, потому что там все какую силу дает, все дает, что нет там. Хотелось бы увидеть реализацию Бэйна. Хотелось бы увидеть, зачем, в принципе, этот герой был взят, зачем у него вкачан слип, зачем у него вкачан ульт, то есть, зачем он, в принципе, был пикнут, ему нужно сделать какой-то пикок. Допустим, сейчас заслипать Магнуса, да, какого-нибудь и там позвать кого-то нажать teleport, нажать вензгрип, убить Магнуса. Что-то такое. У нас на топе соло килл от Бэтрайдера. В миде в это время мы видим, мы видим, что пытаются сожрать и сжирают все-таки Дарквиллу. Летит сюда Таск, получает очень много дэмэджа, Тасик. Он на него тратит... Залезет на экс. Ну, тогда надо тратить спелл на него. Есть даггер у Магнуса. Какой РП сейчас можно дать шикарное? Нет? Страшно. Нет. Даггер, Мега у Магнуса на 14-й минуте. Супер много, супер круто. И... Они дальше идут. Есть графисы у котла, кстати. Тоже важный момент. Но салкилл для бетика, конечно, это сильно. Скоро уже БКБ. Но вышки нет. Вышку теперь потеряют. Не суперкомфортно играть без мидстроения. При этом сами не пушили почти. Клопат хотел купить Кай Сенш, но сейчас она покупает себе БКБ первой шмоткой. Девятый левел всего. Клопат девятый. Да, на 15-й минуте от мидера хочется видеть несколько других значений, прямо скажем. Но вообще, на самом деле, сейчас не могут ли МАГ вообще на Рошана какого-то позариться? Потому что кто им чего там сделает? Вопа без ульта пока лайвстиллер... Как будто бы лень тратить время. Лучше фармить всю карту, пока дают. Лучше убивать везде, пока дают. И... Заметь, кстати, что Батрайдер себе прикупил вместо БКБ. Что об этом думаешь? Линза. С учетом того, что БКБ у него все равно появится в отличный тайминг, почему бы и нет? Вот так вот, я думаю. Ну, то есть, ты все равно потом эту линзу можешь загрейдить в акторин, который будет полезен. Сама линза тоже тебе сейчас дает возможность цеплять противников в ситуациях, когда ты там где-то чуть-чуть на них не успевал. А жесткой потребности в БКБ у Батрайдера сейчас нет. Ну, то есть, вообще, зачем здесь БКБ, если что-то... Ну, так вот, если подумать. Бэйн работает через БКБ, ульт Квапы чистый урон через БКБ, Урса бьет с руки тебя, ну, разве что Праймал Бист тебя как-то не цеплял. Ну, Праймал Бист пока больше страдает. Ну, от Котла урон, понятное дело. Но пока, опять же, Батрайдер с ними не пересекается, поэтому почему нет? На топе, кстати, тот самый Праймал Бист рискует сейчас подставиться. Можно с уверенностью сейчас сказать, знаешь что, что Лайфстилер становится неубиваемым. У него появляется Сэндж, вот этот статус Резист, Рейдж. Как его убить? Пока что нет понятия и вот Мерако показывает, что давайте пробуйте меня убивать. И что, Джинк? Нажмете сейчас первый спел, сможет ли укатиться? Нет, не смог. Вообще как будто бы и не было его на карте очень быстро. При этом не потратили ничего. Лассо вот только-только откатилось. Жесть какая-то. Ну, пока МАГ показывают, что не зря они вообще топ-3 на данный момент этих... Опа. Так. Но... Но нет. Но нет. А что нет-то? Ну, это так не работает, как они хотели, чтобы она работала. ТМЛ погибает. Ладно, хоть килл не Бэтрайдеру. Да, конечно, пока... Пока тяжело что-то придумать для команды Полярис. И смотри-ка в топе еще. Будет снова Болл. Успевает в этот раз Джинк. И летит кто? Летит Коттл. А что Коттл здесь сделать? Задует крипов максимум, что. Ботит, смотри, Кселерн, идет на Квапуг, Соло. Скорее всего, он ее убьет и даже никто ей не поможет никак. Атомнотопия в это время тоже уничтожение. Праймил Биск не может выйти отсюда нормально, потому что там кусты стоят. В итоге есть размен. Два в два в целом. Лайфстиллер залез в катапульту. Ну, будет рейдж. Будет рейдж, скорее всего. Ой, реверсполярити на развороте неплохо. Подвязали. Тут еще Бэтрайдер банку закидывает. Даблки для Меракла. Курса пытается просто улететь. И не улетит. Нет, не улететь. Минус пять. Минус пять. Вот так вот жесткость и бенапелляционно. Риплки для Меракла. уже появляется Алибарда у Меракла. У Кселерна, что, ПКБ уже прям чуть-чуть осталось. Полная жесть. Ожидал, конечно. Но Мэджи хорошо играет. Мне нравится, как они, в принципе, действуют. Мэджи знаешь, выверено. У Мэджи сейчас четыре-два в группе, знаешь, кому не проиграли? Ну, очевидно, армии джиньесес они проиграли. А вторая это спаун. Да. Это я помню. И насколько же сейчас отличается игра? Но хотел другой спаун в первой карте тоже как бы чувствовали себя максимально комфортно и никто им ничего сделать не мог. Здесь, конечно, у Мэджи нет такого шанса, знаешь, недооценить противника. Потому что, ну, тут Полярис, которые доказали своей игрой с твоим счетом в этой группе, что они их нельзя недооценивать. Ну ладно, это всего лишь первая карта и шансы, в принципе, у Полярис еще есть, что в обыдном БКБ через 100. У Русы БКБ, конечно, не через 100, но тоже будет. И может быть, с двумя БКБ как-то там может быть что-то получится. Но пока я смотрю на лайв-стиле Рыба Трайдера вообще не верится. Еще и Магнус шикарный РП выдает. Интересно, что будет дальше. Пока, опять же, как-то вот команды так стараются не сильно часто пересекаться друг с другом. Видимо, Урса как раз без БКБ не хочет вообще идти в какие-то агрессии. Понятное дело, что Квапех хотелось бы тоже пофармить, потому что, ну пока денег абсолютно не хватает. А вот лайв-стилер, который Башвар себе вскоро привезет такими темпами и Бэтрайдеру, которого БКБ уже есть, мне кажется, могли бы попробовать какую-то более агрессивную такую игру навязать. 6-16, 9 тысяч преимуществ. 9 тысяч преимуществ это прям серьезные цифры, если что. 9 тысяч на 19 минуте это супер много. То есть в процентном соотношении это 26%. И в принципе Дота Плюс дает 93 на 7 сейчас. Да, сейчас еще наверняка будет забираться Рошан командой Мэйджи. Полярис в теории. Что у них есть? У них есть туда задувка котла, условно джинк, если как-то с даггера начнет круто, въедет, там ультанет и так далее, то шансы есть. Будут ли нажимать смог? Поглядим, там действительно заход на Рошана, а у нас пока коэффициенты. 6-3 на Полярис, 1-0-8 на Мэйджи. Ну вообще как будто бы рановато немного хоронить Полярис, мне кажется. урса. Ну не, почему рановато? Не, ну урса, урса здесь может засолить игру. Теори, урса, ДБКБ не так долго. Другой вопрос, сможет ли она перебить этого наикса уже, потому что у него есть Альбарда, будет он промахиваться, есть Аегис, еще к тому же. То есть даже если сможет, то... там башер есть уже. Ну то есть сейчас полетит башер. 50 золота осталось. Башер это сильно. Там будет просто прогрызено жестко. Сейчас комната ожидания какого-то смока от Мэйджи. Есть у них дайер на тузке, скорее всего залезет в него лайфстиллер. Магнус наверняка хочет играть вторым номером. То есть не начинать с рп, да, в какого-то условного бэйна. Хочется, чтобы таск въехал со сноубола, создал позицию Магнусу, и он... И он дал рп в лжев коров непосредственно. Ну это обидно, когда ты... Ну либо... Да. Обидно, когда ты на урсе вынужден заниматься тем, чем сейчас Акаша занимается. Он боится просто выйти на линию. Ну то есть он не фармит. Он просто вот в этом отрезке, который он 20 секунд простоял, он потерял относительно лайфстиллера, там, золота 300. А он не знает, где враги находятся. Летит он в топ, конечно. Наверняка там более безопасно, но посмотри, что с кемпами происходит на двойке. Они забанены. Да. И видно, видели смог от Поляриса Мэйджи. Мне кажется, вряд ли у них что-то получится. И ответный смог, но нету Наикса. Идут бот, хотят забрать Тауэр. Есть Глиф, в принципе, пачка с катапулькой может умереть. Да и следующая пачка тоже. Ну вообще не туда едут Полярис. И летит Таггер Батрейдером. Там еще на Ревилле как раз Дарквилл находится. Если что, очень неплохая позиция. Дарквиллу заметили сейчас на Варде. Магнус пока за деревьями его не должно быть видно. Ага, Кселерн тоже его видят. БКБ для Урсы. Вышки в боте нет. И сюда Лайфстиллер дальше идет. Он как бы вообще ничего не стесняется. Он просто на ХГ заходит если что. Нет, Рыджа. Ой, вывезли Бэйна, Бэйн, ну чуть-чуть пожил подольше, но Баш. Там Дарквилл где-то погибло. Дарквилл где-то погибло. Сняли Аегис. Лайфстиллеру. Получится ли как-то еще Лайфстиллер дальше пошел бить? Ничего страшного в том, что у него сняли Аегис нету, но есть страшное то, что у Джинга есть Даггер. И после Рыджа как раз-таки можно попробовать что-то. Нет. Нет Лассона, есть РП. На самом деле они втроем их всех убьют. Четвером, точнее. Ну вообще подкусали вышку знатно там 870 здоровья осталось. Это же совсем жесть. Так, прыжок. Квапа. РП неплохо. Не вывезли почему-то Квапу, правда. Странно, как немножко получилось, но это минус Джин как минимум. Урса. Урса, но ему тут очень тяжело выйти. Бешеное замедление. Ну да, смог разорвать дистанцию. Дарквилл поживет еще некоторое время, но недолго. Минус Дарквилл. Ну вот не то они делают. Ну вот знаешь, пошли бить хайграунд. Казалось бы, зачем это надо было. Настолько ли вам нужен был этот хайграунд? Мне кажется, чуть ли не закончить просто хотели МАГ. 10 тысяч преимущества. Я думаю, ты уверен в том, насколько у тебя все хорошо. И ты думаешь, ну сейчас, что они там сделают? Что они там сделают? Ну они берут, но что-то делают. Аегис сколько? Аегис уже... А, Егис уже нет. Дропнули его на стиллере. До следующего Рошана очень долго. Кираса отличный выбор против фурсы, по идее. Это 5 стаки, кстати, на иншах. Когда успевают? Да, тут стаков наверное больше, чем за SDPC юго-восточная Ази 2-го дивизиона было сделано. Хотя, ладно, я тут я преувеличил. Стаков действительно здесь очень много делают и большой акцент на это идет. Что, есть смок МИГ? Будут ли нажимать? Есть лассо у бэтрайдера, есть хвоста, может вывести, никто не остановит его. Ну, то есть, нельзя давать Бэйна лассо. Нужно давать лассо в Квапу, например, в Котла. Зачем лассо Бэйна, если ему и так там могут каждый герой сбить ульту? Как будто бы не стоило. Если лассо Бэйна давать нельзя, то бонус 100% на первый депозит давать можно и Бэтбум как раз делает именно это. Бонус где 100% есть по промокоду DPC при регистрации. Плацайте на баннер по трансляции и, собственно, забирайте. Лайфстиллер вгрызается здесь в вышку. Догрызает вышку. Глиф как-то я не понял. Глиф очень плохой. Он обновился, конечно. Он обновился. Но это все равно было немножко странно. Ну, такой момент МИГ, в принципе, сделали сейчас все неплохо. Они стянули на базу, во-первых, всех героев. Заставили стоять на базе. В это время сейчас могут профармить топ. Полностью Бэтрайдер профармит. Чужой лес профармит. А поляри что? Поляри стоят и смотрят. Поляри стоят и ждут. Да, и можно было бы, конечно, в каком-то смоке выйти, но не появилось дополнительных артефактов никаких. То есть, Коттл так не дофармил себе Аганим. У Урсы Башера еще нет. Квапа мы видим, что Сенжиньяш у нее появилась. Какая Сенж? Вот, и БКБ, но этого маловато. Вот Башер на Урсе. Возможно, сейчас что-то изменится. Смотри, на Варде стоят далее одного Бэйна. Как-то, ну, не очень вроде все это выглядит. На развороте Квапа выдала ультимейт БКБ. Зацепили у нас Урсика. Начинают бить Бэтрайдером тот БКБ вовремя как-то не прожал. Немножко ошибся, как будто бы минус Квапа может случиться. Успевает уйти отсюда. Таск погиб у Урсы. БКБ заканчивается. Урсу начинают избивать минус Урса. Праймал Бист кастует телепорт, но Баш срабатывает минус еще и он. Выцепили сюда последнего героя. Это Коттл. Он также теряет свою жизнь. И едет Кераса и нет Глифа. Нет Глифа, это чуть ли не две стороны. Есть Глиф, почему? А, появился Глиф. Он появился как раз после вышки Т3 в боте. Да, я думал просто нажали Глиф на бараке. Я просто видел Глиф на бараках. Да, но там же есть какой-то микро-момент, когда у тебя уже снесена вышка, ты можешь плацнуть Глиф, он все равно обновится. То есть там какой-то полсекунды, секунда, что-то такое. Вот как раз самый Глиф. Да, пока что сольный концерт от Батрайдера в этой карте, как я считаю. Слишком много сделал. И велика вероятность, что этот герой отправится в бан в следующей игре. Он на самом деле довольно часто в бане-то и был. Я... Сейчас на самом деле проблема такая, что есть несколько героев, которых хочется закинуть в бан на первой стадии. И это несколько, больше чем четыре. Вот так вот скажем. И поэтому... Да, есть Форион, есть Лина, есть Батрайдер, есть Бруда. Это такие самые ярко выраженные герои. Какой-нибудь Рикки еще там же где-то, Трэнд периодически на первой бан отходит и так далее. Да, Рикки против Поляриса обязаны банить вообще все команды, как я считаю. Слишком уж хорошо у них получается играть с этим героем. Одну, по-моему, Полярис проиграли с Рикки. Что? Смог? Не точно. Вот тут еще Руна. Ну, если бетик. Почему он летит? Ладно, он хочет запушить линию. Спушить. Радиент. Русо. Так. Смоки. Смоки. Ответные были смоки. Ревилл произошел и там, и там по чуть-чуть. Как-то решили... Райдер себе аганим. Посмотри-ка, какой интересный выбор. Ну, это круто. Ты цепляешь ни одного героя? Да, это неожиданно. Еще так же. Ну что, Полярис, ласт файт, ласт файт и, наверное, ГГ. Если что-то как-то чудом не получится, кстати, какой РП можно дать? БВБ? Ну, там глубоковато. Страшно туда лезть настолько глубоко, наверное. Да, Даггерфорстав есть. Можно было попробовать. Очень так академично стараются МАГ подойти к следующей стороне. То есть, если на первую они прям ломились, можно сказать, и довольно нагло действовали в плане того, что просто вот тупо заходил Лайвстиллер и начинал бить вышку, то вот со второй стороны не спешат. И мы видим, что Тир-2 еще стоит, дают время собраться Полярисом. Ну, есть Рошан, есть Рошан второй. Зачем им рисковать? Вот как раз смоки. Сейчас Росиллер возьмет Аегис. Да, кстати, вот тот файт, который нужен Полярисам. Они спалились. Обязаны. Они обязаны выиграть этот файт. Они спалились. Шард Урсия. Плюс какой-то камбэк. Кстати, хишка Ревиллер. У него нет пая. Ему надо быть осторожным. И вот она лосо подойдет. Лосо двойное сюда. Праймл Бист минус мгновенно. Квапа. Успевает прожить БКБ, не успевает сделать ничего. Трипл килл для Меракла. Ну и дальше можно спокойно отвлеклись немножко на противников. Можно дальше Рошана добивать. Неожиданностью оказался вот этот Аганим. Плюс он еще и под руной был прожат. И в итоге 35 секунд следующий лосо будет. Пока что Батрайдер вообще тут невероятный какой-то перформанс выдает в этой игре. Смотри, что делает Магнус. Есть РП. Он просто решил, что здесь зачем нужно держать скиллы, когда можно сделать фраг. По-моему, кстати, Урсу закупился без байбека. Да, так и есть. Взял себе даггер. Что, Меракла уже 20-ый левел, шардом, с Абисовым, с Титан Сливером, с Алифардой. Просто его невозможно пробить. Ну да, он просто стоит и соло кусает. Полетел Целерн, дает... Одного героя, к сожалению. Зато этот герой без байбека. Мака. Выцепили немножечко. Там пошли Open Wounds просто для того, чтобы Меракла отхилился. Ну и как... Вот как? Как против него? Одна... Ну, один раз есть шанс, но два раза как? Никак. Коттл тройка тоже себя, конечно, не оправдал, на мой взгляд, максимально, что он может. Да, выпали, выпали коры очень сильно. Если урса там проиграл где-то линию, да, там, за счет Бэйна или просто, в принципе, проиграл линию, то как раз-таки Коттл, ну... А смысл этого котла? Смысл этой копы, если они вот в лайнер вот так стоят. Конечно, понятно. Пытаются здесь как-то справиться с Лайфстилером, есть шансы даже это сделать первый раз. Подгрызают тур с этого Лайфстилера довольно неплохо, но Меркл просто стоит и бьет. В итоге не дают докастовать ничего особо, Меркл начинает переключаться на других героев, его так не смогли забрать под Абузил Армлет, можно еще раз под Абузил Армлет, еще раз под Абузил Армлет, можно третий раз под Абузил Армлет, если это понадобится. В это время у нас с Энизу Праймал Бист тоже развлекается, здесь двойное получается, двойное оглушение, Лайфстилеру, но как что делать со второй пока вообще непонятно, просто нет ресурсов никаких для того, чтобы это сделать и мега-крепы на стороне коллектива с Илтимеем. Покупается Праймал Бист, хотя последнюю драку организовать, судя по всему. Вот оно, двойное лассо, сюда же летит шикарный ультимейт от Дарквилла, ну и ГГ прописывается, потому что тут без шансов. Красивое завершение карты от МАЙДжи, курс, конечно, сражается до конца, но никого он тут забрать, скорее всего, не может. Класс. Приятная карта. Приятная. Ну, МАЙДжи? Да, МАЙДжи прям радует, как бы ты на них смотришь, это даже команда там не второго дивизиона, то есть смотришь другие игры, такого ты не видишь. Здесь все так академично, все так хорошо, и все получается, и там Икселерн, как сыграл, конечно, да. Магнус отыграл 0-0-23. Не часто видишь такое, да. Но в целом, а что сказать, линии отстояли хорошо, дальше просто Бэтрайдер пошел доминировать по всем фронтам, Лайфстиллер как фармил круто, так и фармил круто, то есть мы видим 10-я минута топ-3 на Творса, 20-я минута пытался Урса что-то сделать, 30-я минута опять пытается что-то Урса сделать. Но опять же, бешеный на Творс от Магнуса здесь не нужно. Магнус набрал свои Даггер-Форс-став, раздавал М-Пауэр для Лайфстиллера и все. Он прыгает с этим Даггером-Форс-ставом, делает РП, вывозит любого героя уже хорошо. Собственно, так и играли МАГ. Что ж, будем, наверное, переходить на вторую карту. Через небольшой перерыв врываемся на драфт.